Четыре месяца слепым бандуристам во Львове не выплачивают зарплату. Почему люди с ограниченными возможностями оказались на грани выживания и кто в этом виноват, выясняла Галина Якушко. Вот так, стуча тростью по базальтовой брусчатке, бандурист Павел добирается на работу. Высокие бордюры для музыканта, как настоящая полоса препятствий к Дому культуры. Преодолевает еще два этажа и вот уже холодное помещение, где у музыкантов репетиция. Павел рассказывает, живет на скудную пенсию в 1200 гривен. Зарплату не выплачивают уже четвертый месяц. Пенсию не можно рассчитывать как доход. Это как компенсация за инвалидность, потому что я за те деньги могу принять работника или заплатить то, что здоровая людина сделает сама. Деньги не получают и 20 его коллег. Работать приходится на голом энтузиазме, экономия на самом необходимом. В министерстве судполитики оправдываются. В этом году уже выделили около 25 миллионов гривен обществу слепых. А в задержке средств винят самих бандуристов. Мы выяснили, что капелла бандуристов только вчера подала необходимые документы для того, чтобы получить материальное заохочение, которое предъявлено и выделено на Украинское товариство слепых, именно на свою организацию. Но это не деньги на выплату чисто заработной платы. Мы не покрываем им минимальную заработную плату. Они должны заработать еще дополнительно. И, напевно, УТОС также должен найти джерела, поскольку государство гарантует минимальную заработную плату. И эту гарантию нужно обеспечивать. Эксперты считают, что если коллектив слепых бандуристов распадется из-за невыплат заработной платы, то это станет большой потерей для всей украинской культуры. Ведь эти люди продолжают делать кобзарей. И сохранить их творчество – задача государства. Единый коллектив, капелла незрячих бандуристов Карпати, Украинского товариства слепых, это единый коллектив на весь свят, который демонстрирует игру на бандурах. Иного такого коллектива нет. В коллективе, несмотря на трудности, настроены оптимистично. Говорят, могли бы и сами заработать, выступая с концертами по Украине. Но даже автобуса у ансамбля слепых бандуристов нет. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова